Привет всем! Сегодня хочу в этом видео поделиться с вами очередной новостью, которая будет в Чехии с 1 апреля 2020 года. Эта новость коснется абсолютно каждого украинца, каждого иностранца, который будет находиться в Чехии. Единственное, что когда она уже реализуется, будем следить за этой новостью. Так вот, ребят, сама новость, собственно, с 1 апреля 2020 года в Чехии увеличивается размер прожиточного минимума. Сейчас прожиточный минимум составляет 2200 крон в месяц, будет повышаться до 3860 крон в месяц. То есть, вроде бы, неплохо. Ценовая политика, конечно, сейчас выросла, все в курсе. Поэтому, в последний раз он менялся, этот прожиточный минимум, в 2012 году. Вот решили поменять Чехии, увеличить его чуть-чуть для того, чтобы реально для Чехов стало чуть легче дышать. Кого-то реально коснется тех людей, кто сидит в основном на пособиях. Там те же родители с маленькими детьми, у кого там двое, трое и больше детей. Матери-одиночки, отцы-одиночки, пожилые люди-пенсионеры. То есть, кто малообеспеченные люди. Так это повышение в основном сделано для них. То есть, для того, чтобы улучшить их жизнь. В чем, собственно, минус для иностранцев, в том числе и нас, для украинцев? Иностранцев коснется он реально в том пункте, когда люди будут делать воссоединение семьи по долгосрочной визе. То есть, все вы знаете, есть два варианта воссоединения семьи по долгосрочной визе и долгосрочному пребыванию. Долгосрочная виза в основном делается для маленьких детей. Ну, в принципе, и для более быстрого воссоединения семьи. Поэтому, в том пункте, так сказать, нужно будет показать вам финансовую часть, то есть, денег на счету в банке Чехии. Вот. Если раньше, то есть, на данный момент, сейчас, до 1 апреля 2020 года, при 2200 крон на 6 месяцев, на взрослого была сумма, которую нужно было вам показать, 55 тысяч крон. На это на 6 месяцев. На 12 месяцев, соответственно, 110 тысяч крон. То на взрослого будет новая сумма с 1 апреля 2020 года 77200 крон. На 12 месяцев 154400 крон. Ребят, реально, ценовая политика увеличивается почти на 1000 евро. То есть, если раньше было 2000 евро на взрослого, то сейчас будет 3000 евро на взрослого. Это на 6 месяцев. Вот. А на ребенка эта сумма делится на 2. То есть, если было раньше, то есть, на данный момент, сейчас, так же, ну и, соответственно, раньше. На 6 месяцев, на ребенка 27500 нужно было показать. На год 55 тысяч нужно показать. Это вот наш вариант, который мы сейчас собираемся реализовывать. То с 1 апреля уже будет на 6 месяцев 38600 крон. А на один год 77200 крон. То есть, вот такая вот ситуация, которая ждет нас с 1, так сказать, апреля. День юмора. Вот такая вот ситуация. Так что, это не шутка. Новость я вам оставляю под видео. Почитайте, изучите этот вопрос. Единственное, что нам, скажу, остается сделать, это следить за всей информацией на консульстве в Чешском в Украине. Это Львов и Киев. Ссылочки тоже будут под видео. И реально, кому информация эта нужна будет для последней семьи. То есть, смотрите реально на этом сайте. Мониторьте, обновляйте, чтобы понимать, сколько нужно реально денег показать. Потому что приезжаем при подаче документов в Гиев или во Львов. А там уже будет другая сумма. Так что, будет такой маленький сюрприз. Поэтому, жду ваши комментарии под видео. Есть, что, в принципе, обсудить. Есть, что рассказать. Кто еще не подписался, подписываемся на канал. Ставьте лайки. Всем пока.